здравствуйте уважаемые подписчики и гости моей школы вязания я рада вас приветствовать в этом видео я покажу вам мастер-класс на такой красивый шестиугольный мотив и так давайте приступим для вязания данного мотива нам понадобится 4 цвета нити и крючок по размеру я беру желтый цвет это будет начало сердцевинка мотива и набираю 5 воздушных петель делаю начальную петлю набираю 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 в первую петлю ввожу крючок и делаю соединительный столбик таким образом мы замкнули петли в кольцо далее 3 воздушные петли теперь в это кольцо нужно провязать 18 столбиков с одним накидом петли подъема уже считается как один столбик значит провязываем 17 столбиков с накидом в это кольцо ниточку кончик нить я прокладываю по кругу и автоматически получается заправляем так 3 4 5 так провязываем 18 я провязала 18 столбиков с одним накидом в третью петлю подъема вводим крючок и соединительный столбик ниточку вытягиваем вот основание мы заложили эту нить можно подтянуть с этой стороны и обрежу потому что по кругу я ее уже заправила этот кончик тоже обрезаем все мы заложили основание нить сейчас я перекину на обратную сторону чтобы не мешало а потом уже все заправим вот основание заложено берем следующий цвет цвет лепестков у меня розовый прикрепляем следующий цвет в петлю вводим крючок захватываем рабочую нить первую петельку одну я провязываю двойной нитью чтобы хорошо закрепить чтобы она нас не вытянулась и дальше 2 воздушные набираем одинарный в каждую петлю мы теперь должны провязать 18 пышных столбиков накид в эту же петлю вводим крючок захватываем рабочую нить 1 накид 2 накид 3 и протягиваем через все 1 воздушная петля опять накид в следующий приводим крючок вытягиваем 2 накид 3 равномерно вытягиваете накид 4 у нас 6 петель на крючке но и это рабочие нам и вытягиваем через все опять 1 воздушная петля и следующую петлю проделаем то же самое 1 2 3 протягиваем через все 1 воздушная петля и так по кругу 18 пышных столбиков я заканчиваю вязать второй ряд 1 воздушная петля и соединительный столбик вершину вот так провязала второй ряд ниточку обрезаем также перекидываем ее на обратную сторону и потом заправим если вам удобно можете заправлять сразу так далее третий ряд следующий цвет между пышными столбиками вот сюда в эту арку из одной воздушной петли вводим крючок захватываем рабочую нить и таким же способом набираем 3 воздушные одну двойной ниточкой и далее две петли одинарный теперь нам нужно провязать в эту арку пышный столбик с четырьмя незаконченной петли подъема уже считается 1 столбик еще 3 незаконченных столбика с одним накидом оставляем 1 в эту же арку 2 и в эту же арку 3 вот 4 петли на крючке протягиваем через все вот такой пышный столбик 2 воздушные петли и то же самое проделаем в следующую арку между пышными столбиками предыдущего ряда 1 незаконченный столбик с накидом далее 2 и 3 4 петли на крючке провязываем через все 2 воздушные петли 1 2 и вот так во все арочки провязываем такие пышные столбики до конца ряда я закончила вязать третий ряд соединительный столбик петли подъема ниточку обрезаем последний четвертый ряд этого мотива также ниточку переносим на обратную сторону так немножечко волниться ничего еще все расправится так как это уже получилось как отдельный мотивчик тоже интересно смотрится последний темно-зеленый цвет так как у нас шестигранник мы должны сформировать 6 уголков у нас 18 арок значит в каждую четвертую будем формировать уголок начнем с первой арки также прикрепляем как всегда ниточку 1 воздушную двойной и далее 3 воздушные петли еще 2 вернее одинарной ниткой вот в первой арке мы начнем формировать уже угол мы провяжем 3 столбика с одним накидом петли подъема уже считается как один столбик еще 2 3 столбика с накидом 1 воздушная петля и еще 3 столбика с накидом в эту же арку вот так у нас будет формироваться уголочек 3 столбика с накидом 1 воздушная петля и еще 3 столбика с накидом вот мы сформировали один уголок вот он вот эта воздушная петля она как бы будет отделять и в каждую четвертую я уже сказала будем делать то есть 1 2 3 а в четвертую делаем уголочек в следующую арку провязываем просто 3 столбика с одним накидом 1 2 3 дальше в следующую арку также 3 столбика 1 2 3 далее у нас получается уже 4 арка это переходим в следующую сторону то есть вот эти три арки это одна сторона теперь 4 арка это уже следующая сторона и мы начнем ее с уголка значит провяжем сюда 3 столбика с одним накидом 1 воздушная петля и 3 столбика с одним накидом если вы хотите чтобы уголочек у вас был более выразительный можно 2 воздушные петли делать но я делаю одну этого тоже достаточно опять три столбика с одним накидом в эту же арку вот и у нас сформировался уже второй уголочек видите сразу выравниться один другой опять в две арки провязываем просто по три столбика с одним накидом и дальше формируем опять уголочек и таких сторон у нас должно получиться шесть вот я провязала 4 ряд по кругу и смотрите какой прекрасный мотив у меня получился осталось ввести крючок сделать соединительный обрезать нить и заправить провести вот его и вот такой прекрасный шестиугольный мотив у меня получился учитесь дерзайте у вас обязательно все получится если вам нравится видео ставьте лайки оставлять свои комментарии и конечно же подписывайтесь на мою школу вязания до новых встреч